Приветствую, друзья! Почему говорят, например, что каждый человек ответственен за свои поступки, и от этого зависит его судьба и вокруг него, то есть мы все ответственны? Ну, потому что, например, на моем веку уже дважды было, когда, например, наслушавшись, начитавшись какие-то глупости, люди, они применяли яды для лечения онкологических больных Да-да-да, и ртуть применяли, и керосин применяли, заставляли людей пить, как коров, потому что иногда коровы лечатся керосином Ну, я сам лично рассказывал как-то в ролике, когда я начитавшись в те годы, когда был совсем еще школьником, ну, студентом второго курса про лечение онкологических больных гомеопатией, а там было лечение подобным-подобным то есть по существу можно было лечить рак, раком, растворив раком в спирте, что я врача скорой помощи, заслуженного врача республики муж, который был больной онкологией, ну, так сказать, научил, убедил, начитавшись этой глупости дать ему вот эти вот растворы, растворив там, ну, настойки, когда спиртура растворяется, настойки, когда в воде это раствор и у него кровь пошла, ну, вы представляете, до чего можно быть глупым человеком, не будучи компетентным под влиянием каких-то советов, тоже некомпетентных людей ну, творить глупости и смерти поэтому будьте осторожны, когда какой-то массажист, экстрасенс, целитель рекомендует вам всякие диоксиды, ртути рекомендует вам какие-то ядовитые вещества, которые дезинфицируют под видом лекарств а вы потом чувствуете слабость какую-то, чувствуете какую-то аллергию, чувствуете какую-то немощность ответственность-то на каждом из нас будьте бдительны люди, будьте образованны, будьте просвещенны поэтому наша школа человек будущего, хомофутурс, хочешь не хочешь, а вынужден реагировать вот на такие вот вещи потому что сейчас идет уже третья волна третья волна, когда вот эти целители, экстрасенсы и так далее начинают допускать в своей практике ну, я прямо скажу, вот парадоксальные, но не проверенные, не испытанные какие-то бады только потому, что они имеют какие-то метафорические смыслы ну, не надо так делать, друзья это первое, то, что я хотел сказать второе ко мне часто обращаются, хотят стать специалистами по методу ключ потому что сейчас мне присылают вот Федор Макаров наш прислал мне пример как какие-то нами не обученные специалисты присваивают название метод ключа даже имя и ведут какие-то курсы там непонятные да, Федор, спасибо тебе как раз дал мне понять, что уже пора еще раз об этом сказать что для того, чтобы стать специалистом, надо выйти на меня, написать там в Асапе пожелание такое, чтобы я там провел встречу в Асапе, в Скайпе или где-то установочную предварительную понял, кто это я-то этим занимаюсь, ну, со студенческих лет, мне уже 73 года и то я еще не все знаю 50 лет практики не только МАРС-500 готовил но выводил, первый человек выводил из острого средства когда люди не слышат психологов и в Беслане, и в Каспийске и в Киздаре, в Волгодонске, в Москве и учил потом психологов МЧС 50 лет практики когда я, ну, представляете я вам говорю ответственно что я еще не все знаю поэтому мы постоянно развиваемся изучаем а эти люди, вот, которых мне, к примеру, присылают дипломами понаклеились там он проходил и это проходил и это проходил и это и метод ключ среди них да я его знать не знаю, этого человека но вот все равно, что лекарство, если передозируешь ядом будет то же самое здесь не знаешь метода и берешь его у кого-то без спроса и начинаешь других учить метод я даю бесплатно для личного использования ответственность здесь на вас потому что у нас есть бесплатные литвезы по 2-3 часа выходите в зум задаете вопросы там у нас есть такие интересные фишки я не копаюсь в деталях как обычные психологи психотерапевты которые давно должны понять что это глупость копаться в этих всяких деталях и обвинять во всем ваше детство там и так далее и так далее ерунда полная ну короче говоря что ключ это совершенно новый уровень когда всего этого не нужно делать и скорую помощь я оказываю например в интернете за 10 минут совершенно не зная человека человек обращается ко мне помогите независимо от возраста потому что мне не надо копаться в деталях и не надо выяснять у него интимные секреты ему не надо мне это рассказывать это другой уровень это нейрокибернетика это ты делаешь это у тебя автоматически получается раньше люди этого просто не знали поэтому это называется метод ключ в центре подготовки космонавтов куда меня пригласили Андреан Григорьевич Николаев Павел Романович Попович первые космонавты планеты ну после Гагарина естественно ну Гагарин Дитов потом вот Андреан Григорьевич Николаев с Поповичем они меня пригласили и попросили придумай нам какую-то методику чтобы космонавт мог в космосе без всякого гипноза сам себя регулировать да я придумал моделирование состояния человека невесомости я придумал на научно-техническом совете центра подготовки космонавтов там доложил заключение написали позитивно меня поблагодарили медаль повесили я такой счастливый ну что делать я это придумал а ну вот я вам говорю еще раз во-первых будьте осторожнее с ядами которые вам неумелые неумные люди рекомендуют начитавшиеся как глупости сейчас же интернет наша школа человек больше homo futurus это школа человечества здесь миллионы миллионы из разных людей разных людей разных национальностей разного возраста в одном только youtube канале у нас 205 тысяч это только в одном канале и поэтому наша миссия это сократить потребность лекарств кризисы и войны на планете сохранить разум у людей потому что там где внимание там и сознание там где сознание там и энергия а между сознанием и организмом 4 способа 4 схемы взаимодействия это есть у меня новые модели работы мозга и нулевое состояние переходы между ними вот пока наши ученые великие которых я тоже вчера смотрел с незабываемым удовольствием потому что так хотелось мне с ними поговорить на эту тему да чтобы им тоже подсказать потому что они тоже некоторые вещи не понимают хотя их уважаем их папы деды были очень уважаемые и анохин понедельник двадцать и так так кто хочет стать специалистом поскольку и так они выходят ко мне на связь я с ними разговариваю мы договариваемся об условиях и так далее потому что я своим методом и своим именем дорожу не из-за тщеславия а тоже из-за личной ответственности поэтому до встречи друзья